Здравствуйте, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Для начала хотел бы сказать, что кепатобластома – это наиболее частая злокачественная опухоль печени у детей. И для ее оценки сработана специальная система «Притекс». Она для чего нужна? Она нужна для того, чтобы оценить возможность хирургического лечения печени. Потому что из лечения кепатобластома можно только методом полного удаления опухоли. Во-вторых, система «Притекс» позволяет стагнозировать ситуацию и либо изначально запланировать пациента на оперативное лечение, либо проведение медлюантной химиотерапии, спасающей хирургическим лечением, либо сразу же будет понимать, что пациенту необходима трансплантация печени и соответствующие организационные мероприятия начинать. Для начала очень коротко хотел бы напомнить о сосуистой анатомии печени. Прежде всего, венозной есть система нижней половой вены и система воротной вены. В нижнюю полую вену впадают в классическом варианте три печеночные вены. Это правая, средняя и левая. Что касается воротной вены, главная воротная вена делится на левую и правую воротные вены. Также хотелось бы обратить внимание, что есть так называемая биликальная ветвь левой воротной вены, которая участвует в определении сегментов печени. В системе предтекста используется определение секторов печени, то есть не прям все сегменты, а сектора. Сектора делятся на левый латеральный, левый медиальный, правый передний и правый задний. Левый латеральный сектор включается второй и третий сегменты, левый медиальный – четвертый, а четвертый и б сегменты, правый передний – восьмой и пятый сегменты, правый задний – шестой и восьмой сегменты. Первый сегмент, на же хвостатая доля, немножко отдельно выделяется, поэтому говорим чуть позже. Сам по себе именно лучевая картина гепатобластомы, она не всегда позволяет привести дифференциальную диагностику между другими новообразованиями печени. В частности, здесь на слайде верхние две картинки представлены. Это верифицированная гепатобластома, а нижние две картинки на слайде – это гемангиома. На самом деле, есть такие признаки, которые помогают нам склониться к тому или иному заключению, но в данных случаях иногда мы не можем прямо точно сказать, что за новообразование у данного пациента. Как определяется хвостатая доля? Она определяется как перпендикуляр к оси первого сегмента относительно правого края нижней полой вены. Расположен этот сегмент между нижней полой веной и, соответственно, правой воротной веной. Иногда бывает такая анатомия, что и правой воротной веной. В чем вообще суть именно системы деления на претекст? Это в чем суть нумерации вот этой? Суть в том, что сколько сегментов нужно удалить, чтобы провести радикальное удаление опухоли. В данном случае представлены изображения претекста 1. Эти ситуации могут возникать либо при поражении правого заднего сегмента, либо левого латерального, когда удаление такого сегмента приведет к радикальному удалению опухоли. Также хотел бы уточнить, как эти сегменты делятся относительно анатомических структур печени. Левый латеральный, левый медиальный отделяются умберикальной щелью печени и умберикальной ветвью как раз воротной вены между собой. Значит, левый медиальный сегмент отделяется от правого переднего средней ветвью воротной вены и области ложа желчного пузыря. И, соответственно, правый передний и правый задний сегмент отделяются между собой правой печеночной веной. Итак, что касается претекста 2, то есть это ситуации, которые возникают, когда опухоль расположена либо на границе правых сегментов, либо на границе левых сегментов, а также когда она расположена в каких-то сегментах, которые располагаются в центральных отделах, либо это будет правый передний, либо левый медиальный, когда в данном случае нужно будет удалить 2 сегмента, чтобы эту опухоль удалить. Также ситуация, когда есть мультифокальное поражение и опухолевые пузыря располагаются в правом заднем сегменте и в левом латеральном сегменте, потому что придется удалить 2 сегмента для того, чтобы исцелить пациента. И вот если имеется просто одно опухольное поражение в хвостатой доле в первом сегменте, это все равно уже означает претекс 2, потому что тут нужно будет в случае удалять 2 сегмента печени для радикального исцеления. Претекс 3. Наверное, не буду сильно акцентировать внимание на всех ситуациях, но только скажу, что в этих ситуациях для хирургического исцеления пациента нужно будет удалить 3 сегмента печени. Здесь представлены на слайде возможные варианты. Претекс 4. Это когда все 4 сектора поражены. Это может быть мультифокальное поражение, когда в каждом секторе есть какой-то опухолевой очаг. Это может быть какое-то такое диффузное, фильтративное поражение печени на картинке B. Это картинки C. Это такой узел, который тянется по всем секторам. Такая ситуация бывает редко, но тоже возможно. Есть так называемые примечания аннотации, которые называются дополнения к этой системе. Претекст 1. Это буква V. Означается поражение печеночных вен или нижней полой вены. Здесь в претексе 2017 года произошли изменения относительно претекса 2005 года. Если раньше ставили V1, V2, V3 плюс, то тут просто есть или нет поражение. Здесь как это оценивается? Первое. Это либо просвет всех трех печеночных вен первого порядка или нижней полой вены, именно интропеченочные нижней полой вены. Интропеченочная, она, если прилежит к паренхемии печени, более чем на 180 градусов, либо на 50% окружности. Если этот просвет вен не визуализируется на фоне опухоли, если второе, стенообразование охватывает более половины окружности всех трех печеночных вен или, опять же, интропеченочную нижнюю полую вену, и если имеется опухолевый тромб в одной или нескольких печеночных венах или в нижней полой вене. Стоит отметить, что в данной системе опухолевым тромбом считается любой тромб, визуализируемый в просвете вен. Вот, посмотрите, пожалуйста, внимание на слайд. Здесь не визуализируется... Здесь нижняя полая вена, она, ну, окружена более чем на половинокружности, плохо визуализируется, а также основные печеночные вены тоже не визуализируются. То есть мы тут поставим V1. V1. P – это вылечение воротной вены. По большому счету, очень сходные характеристики. Это если просвет либо обоих вен первого порядка или главной воротной вены не визуализируется на фоне опухоли, если образование охватывает более половины окружности какой-то из либо главной вены, либо обеих воротных вен первого порядка. И, опять же, если имеется опухолевый тромб. Есть на изображении представлено вовлечение более половины... Опухоль окружает более чем на половину окружности основную, главную воротную вену. Вот вена. Вот сейчас подведу. Вот опухоль окружает. Так, критерий Е. Это называется внепечёночное поражение. Значит, оно бывает трёх видов. Первое – это когда опухоль распространяется на соседние какие-то участки. Либо мы видим, что она явно выше диафрагма прорастает, либо распространяется на брюшную стенку. Второе – это опухоль распространяется за пределы печени, окружена какой-то нормальной тканью, больше чем на 180 градусов. И когда мы видим какие-то узлы по брюшине. Это должен быть либо один узел размером более либо 10 миллиметров, или два и более узлов больше, чем 5 миллиметров. Значит, ситуация, когда опухоль окружена нормальной тканью более чем на 180 градусов. Вот большая опухоль распространяется за пределы печени. Вторая ситуация, когда мы видим в левой подвздошной области очаг, который явно накапливает контрастное вещество. Размер у него более 10 миллиметров. То же самое, Е+. Мультифокальность. Когда две или более отдельные опухоли печени, ну, как располагается, две опухоли печени, а между ними очевидно нормальная паренхема есть. Посмотрите на слайд, пожалуйста. Здесь артериальная фаза сканирования. Видим в правой доле печени, в левой доле печени узлы сходные по структуре. Мультифокальность есть. Разрыв опухоли. Разрыв опухоли поднимается, что есть разрыв и кровотечение. Как мы определяем кровотечение пушной полости по лучевым методам диагностики? Здесь представлены на слайде не только КТ, какие-то признаки, но и признаки на других модальностях, которые можем увидеть. Но, по большому счету, на КТ мы видим, что есть неоднородная жидкость, с наличием перегородок и жидкость высокой плотности, больше 35 хаунсфилд. И на некоторых случаях можно увидеть визуализируемый дефект капсулы печени. Но у нас таких случаев не было. Поражение хвостатой доли печени это также оценивается как отдельный фактор С. Здесь на слайде видим опухоль больших размеров, которая в том числе распространяется и на хвостатую долю. Потому что хвостатая доля располагается между нижней полой веной и воротной веной. Эта область, очевидно, занята опухолевой тканью. Что касается метастатического поражения лимфоузлов, здесь специфичность все равно недостаточно, высока, как хотелось бы. Но все же основные критерии – это размер и структура, как по большому счету в большинстве ситуаций. Размер, мы говорим про протокование лимфоузлов, должен быть больше 1,5 см по короткой оси. Если какие-то другие лимфоузлы, то больше 1 см по короткой оси. А что касается структуры, то циферическая форма лимфоузла сочинения ворот тоже является потенциальным признаком метастатического поражения, однако исследования показали, что это не такой сильный фактор. Здесь, позвольте продемонстрировать, видим лимфоузел портоковальный, округлой формы, неоднородной структуры, без явных признаков ворот. Здесь действительно метастатически пораженный. Что касается удаленных метастазов, наиболее часто гепатобластом удаленно метастазируют в легкие. Но, соответственно, для легких критерием является, что как минимум один некальцинированный очаг более либо равно 5 мм, или два или более таких же очков, только более либо равно 3 мм. посттекст. Посттекст. Это оценка распространения опухоли уже после проведения химиотерапии. Конечно, ожидается, что опухоль уменьшится, и ожидается, что, возможно, будет меньше распространения опухоли на сосуды, на окружающие ткани. Здесь, например, размеры опухоли до химиотерапии, после химиотерапии, до химиотерапии, после химиотерапии. Есть явное уменьшение размеров опухоли. Расстояние ее от, как минимум, вен увеличилось. И хотелось бы демонстрировать клинический случай. Пациентка 12 лет. Большому счету, ну, какие-то клиники ВРЗ была, привели до обследования, и при ультразаковом обследовании печени выявили новообразование. В биохимических анализах повышения АФП в БТХКЧ не было. При компьютерной томографии мы видим неоднородное гипервоскулярное образование в артериальную фазу, которая повышает свою воскулярность. В портальную фазу остаются какие-то гипервоскулярные зоны. А в восточную фазу есть небольшие признаки вымывания контрастного вещества. Ну, здесь, по большому счету, такой дифферциальный диагноз стоялся, в первую очередь, между гипервоскулярной карциномой какой-то обход сосудистого генеза. Но при морфологической верификации оказалось, что это фиброломерярная гипоцериальная карцинома, которая, ну, по характеристикам, мы не могли сказать, что это точно не гипотобластома, и в ряде случаев биописедисты необходимо для определения, с каким же образованием мы имеем дело. Спасибо за внимание. Продолжение следует...